Перед началом концерта с художественным руководителем коллектива Виктором Захарченко встретился губернатор края. Вениамин Кондратьев отметил, что именно стараниями Виктора Гавриловича была возрождена дореволюционная традиция рождественских концертов на Кубани. Они нужны с точки зрения и духовности, и ощущения жизни, чтобы люди не терялись в сегодняшнем дне, не простом дне, а вот то, что вы делаете для Кубани, для страны, это духовность в песнях, духовность, которая окружает, и без нее никуда. Это на самом деле дар, которым вы обладаете и делитесь со всеми, кто приходит в этот зал. Спасибо. Спасибо вам. В зале зрителей ожидала праздничная постановка, колядки и духовные песнопения, как продолжение народных традиций. Мы вам сейчас покажем некоторые, скажем, фрагменты колядок, щедровок и так дальше. Вот знаете, сочинили их не поэты, не композиторы, там специально чего-то, а сочинил народ. Люди даже знают, о чем поет народ. Для меня очень важно, о чем поет Кубанский, когда чехол. Билеты на это событие были полностью распроданы еще в декабре. Поклонники коллектива традиционно приезжают в Краснодар не только со всего края, но и из других регионов и даже стран. Больше 20 номеров музыканты, вокалисты и танцоры подготовили специально к праздничной дате Рождества. Именно эти номера артисты покажут и в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Стоит отметить, что с рождественским концертом Кубанский хор выступит на главной творческой площадке России впервые. Далина Моисеева, телекомпания ФКТ.